По-моему, я не давал тебе права охотиться на моей территории. Сарки, давай никуда не пойдем. Правильно, тогда добыча сама придет и запрыгнет к тебе в пасть. Отличная идея, и напрягаться не надо. Меня всегда поражали твоя лень и неповоротливость. Как тебя до сих пор местные хищники не съели? Совсем обнаглели? Убирайтесь в свое озеро, здесь вам не место для охоты. Где хотим, там и охотимся. Это мы еще посмотрим. Опять это вездесущая миссис Тритц. Привет, неудачники. Дожились. Мало того, что воду спокойно не попьешь, так теперь и на суше эти хвостатые хозяйничают. Сарки со своим напарником – это полбеды. А вот Крокуса стоит остерегаться. Он очень хитрый, ловкий и к тому же вечно голодный. Значит, не такой он уж и ловкий разголодает. Тут дело в другом. Мистер Спинни при последней их встрече повредил Крокусу челюсть. С тех пор она у него не закрывается. Тогда что его бояться? Может, жует он и с трудом. Зато в умении выследить и напасть на жертву ему равных нет. Опять сегодня без обеда? Сложно с едой в последнее время. Травоядные поумнели и поодиночке не ходят. Если объединим усилия, и сами не будем голодные, и местные хищники нас не тронут. Отличная идея. Вы тут объединяйтесь, а я пойду подремаю. Будем охотиться в паре, но даже не думай хитрить со мной. Спинни, держи удар. Молодец. Да, так делай. Вот так. Здравствуй, Спинни. Помощь твоя нужна. Крокусы-садки теперь охотятся на суше. Похоже, Крокусу было мало одного моего предупреждения. Я не пойму, ты глухой или глупый? Сколько раз тебя предупреждать? Спинни, ты все не так понял. Тебе мало челюсти поломанной. Ты решил без хвоста остаться? Проваливай свое болото. Спасибо, Спинни. Рано благодаришь. Я знаю Крокуса. Он на этом не остановится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok